Всем здравствуйте! В эфире самое спортивное утро на канале Россия 1 и с вами я, Мария Добрынина. Зима в самом разгаре и наконец пришло время самого зимнего вида спорта и одного из самых любимых в России – лыжи. Сегодня мои коллеги расскажут, где найти и снаряжение тренера, чтобы обучил мастерству. Обо всем подробнее после главных новостей республики. Рассмотрение дела Буденновского стрелка Валерия Петгурского должно начаться на следующей неделе. Однако сроки могут сдвинуться. Обвиняемый выразил желание созвать суть присяжных. Но жители Хакасии, которых пригласили поучаствовать в процессе, не торопятся давать согласие. Министерство экономического развития Хакасии определило размер субсидий, которые получат муниципалитеты по программе поддержки малых сел. Общей сложности будет выделено 17 миллионов рублей. Еще 10 миллионов пойдет на развитие по требкооперации. Абаканские легкоатлеты стали призерами чемпионата и первенства Сибири. Они завоевали три золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей. Соревнования прошли в Иркутске. Когда смотришь чемпионаты мира, кажется, все так легко и красиво. Просто вставай на лыжи, палки в руки и едь. Мы тоже решили попробовать, и где же еще кататься в Хакасии, как не вершине тёй. А тренировку провел главный тренер сборной республики Алексей Лапшин. Далеко ли уехала съемочная группа, расскажет Елена Крылова. Вершина тёй – спортивная столица Хакасии. О тренировке, которая сегодня у нас будет, можно только мечтать. Ведь нас ждет сам старший тренер сборной республики Алексей Лапшин. Любой спорт начинается с экипировки, а ее нужно грамотно подобрать. Самое главное – это выбрать размер обуви своей. То есть, если у вас там 37-й, например, настоящий размер обуви, туфли выносите, то надо брать примерно 38-й, потому что обязательно толстый носок. Палочки должны примерно идти до плеча. Если человек метр 60 ростом, то примерно лыжи метр 80, метр 85, метр 90 можно. На трассу идем пешком, а вообще рекомендуется бежать. Сразу и разогреешься. К слову, в вершине тёя сегодня лучший лыжный стадион за Уралом. Пока мы готовим лыжи, мимо проносятся спортсмены сборной Хакасии. У них тренировка. Вдохновляют. Первые шаги на лыжах даются нелегко. Сразу понятно, почему тренер смотрел на нас с такой улыбкой. Вот со стороны смотришь на спортсменов, кажется, легко так и красиво. А когда встаешь, ну совсем нелегко, если честно. И мне кажется, что совсем и некрасиво. В лыжный спорт берут с 9 лет. Но если олимпийское золото не ваша цель, можно начинать хоть в 70. Примерно через полчаса уже привыкаешь и успеваешь любоваться природой. Для начинающих я рекомендую сборочки. Если будете хотя бы по три раза в неделю кататься, они привыкнут, как раз разовьются те мышцы, которые будут помогать. Это просто, чтобы первый раз взялись за такое дело. Надо почаще лопатой, снег чистить дома. Лыжные прогулки благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, иммунитеты легкие, улучшают настроение и воспитывают характер. Желающим покататься в вершине Тюи рады всю зиму. Здесь есть прокат. На лыжне практически весь день тренер. Обещает помочь советам. Не откажется подсказать и любой спортсмен. У меня на этом все. Завтра не пропустите «Молодежное утро» с Полиной Ефименко. До встречи!